Министр просвещения России посетил обновленную, оснащенную современным оборудованием школу в станице Зеленчукской, реконструкцию которой завершили досрочно. Раскрыты резонансные дела 25-летней давности, преступления, совершенные главами сельских поселений и не только. Итоги работы ведомства подвел руководитель следственного управления. За вклад в развитие журналистики, многолетний добросовестный труд, почетная грамота и в День российской печати были отмечены десятки представителей средств массовой информации. Новые километры горнолыжных трасс открыли в Донбай. О впечатлениях гостей и о работе служб, обеспечивающих безопасный досуг на курортах расскажем в программе. Здравствуйте на телеканале Россия 24, информационный выпуск Вести Карачева-Черкесия. Выходный министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов остил школу номер один в станице Зеленчукской, открывшуюся после капитального ремонта. В мае 2023 года в ходе рабочей поездки в республику он осмотрел ход капитального ремонта образовательного учреждения. А на этот раз в сопровождении председателя правительства Карачева-Черкесии Мурата Аргунова оценил результат проведенных работ. Реконструкцию на объекте получилось завершить досрочно, благодаря чему учебный год начали в обновленной и оснащенной современным оборудованием школе. В рамках программы модернизации школьных систем образования здесь проведена замена полов, выравнивание стен, замена систем электроснабжения, отопления, водоснабжения. Установлена новая система сигнализации, проведен интернет, полностью оборудованные кабинеты и не только. Помимо прочего, в ходе своего первого визита в данную школу Сергей Сергеевич поручил реконструировать зону, где установлен памятник учителям и учащимся, павшим за родину в период Великой Отечественной войны, а также обратить особое внимание на создание Центра детских инициатив. Осмотр школы гости завершили возложением цветов к памятнику. А ранее глава Крачева Черкесии Рашид Тимрезов вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым посетили среднюю общеобразовательную школу номер 6 «Черкесска», которая открылась после капитального ремонта. Теперь школа номер 6 – это комфортная, отвечающая современным требованиям образовательное пространство для тысячи ребят. Все учебные кабинеты, спортивные и актовые залы, школьная столовая оснащены современным оборудованием. Капитальный ремонт прошел в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», разработанной по поручению президента России, в рамках которой были проведены все необходимые работы, начиная от обновления фасада здания до благоустройства школьного двора. Во время проведения строительно-монтажных работ были учтены все пожелания учащихся, родителей и педагогов школы. Сегодня день образования Следственного комитета России. Руководитель Следственного управления Следственного комитета по Храчево-Черкесии Николай Щепкин подвел итоги работы ведомства за 2023 год. Следователями Следственного управления окончено 408 уголовных дел, из них 272 – это тяжкие, особо тяжкие преступления, отметил в интервью Николай Щепкин. В преддверии Дня российской печати отметили работу журналистов, представители различных средств массовой информации получили почетные грамоты за освещение событий, происходящих в республике. Подробнее расскажет Дарья Тензет. Распространение информации и донесение ее до каждого из нас – главная задача средств массовой информации. И речь идет не только о традиционных печатных газетах, но и о всей цифровой среде вещания. С приветственным и поздравительным словом к присутствующим обратился министр республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Мурат Ясинеев. Мы делаем одно общее дело. Я всегда подчеркиваю одно – когда у нас спокойно в печати пишут о хорошем, значит в министре все хорошо, все спокойно. Хотелось бы, чтобы это спокойствие было у нас всегда. Я хочу поблагодарить вас за хорошую работу. Еще раз хочу выразить благодарность всем работникам печатных органов. Счастья, удачи и благополучия. За вклад в развитие журналистики, многолетний добросовестный труд, почетной грамотой были отмечены десятки представителей СМИ. Среди них отметили Альбину Ламкову, корреспондента службы информационных программ ГТРК «Карачаево-Черкесия». Море цветов, улыбки, нескончаемые слова поздравления звучали на протяжении всего мероприятия. Журналист Ира Туаршева в редакции газеты «Черкеск Хэку» работает на протяжении 28 лет. Помнит каждый материал и гордится своей профессией. Человек сегодня не может жить без информации. И от журналиста зависит очень много, как подается информация, какая реакция будет после этой подачи. Поэтому всем журналистам желаю взвешенного слова, взвешенной печати, чтобы были интересные материалы, чтобы были творческие позывы и возможности выразить свои позывы в интересных материалах благодарных читателей. Пресса и печатное дело имеют славную историю в России. В век информационных технологий меняются форматы, объемы. Мы стараемся отвечать на вызовы времени, отметил Евгений Кратов. Он поблагодарил за поздравления приятные и добрые слова от коллег и читателей. С огромным удовольствием взаимодействуем с нашими читателями, потому что мы действительно живем в одной связке, находимся в одной связке. Потому что наша задача донести информацию так, чтобы она была интересной и доступной людям. Поэтому я еще раз поздравляю всех наших коллег, всех наших читателей. Желаю хороших, добрых новостей. И я надеюсь, что мы вместе поработаем еще долго-долго-долго. Честование мастеров пера в преддверии праздника стало доброй, приятной традицией. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. 150 тысяч туристов провели первые дни 2024 года в Домбае. Всемирно известные горнолыжные курорты Карачева-Черкесии готовы предоставить весьма широкий спектр зимных развлечений на любой вкус. Как организована работа служб, призванных обеспечить качественный, а самое главное, безопасный досуг туристов на снежных склонах Домбае, узнавал наш корреспондент Ахмат Халкеч. Снег, выпавший весьма кстати, и неописуемые виды главного кавказского хребта, открывающиеся со склона горы Муса-Читара, еще раз убеждают в правильности выбора и тех, кто посещает Домбае впервые. Едем под впечатлением, мы на автомобиле сюда ехали. Красота. Сбываются мечты, да? Пейзажи какие-то необыкновенные, это не передать словами. Это надо почувствовать. Как вам красота Кавказа? Потрясающе, но вот погода иногда немножечко шокирует. Удивляет то, что на горах на такой высоте такая инфраструктура имеется, то, что буквально люди поднимаются, поют, пьют чай. В хорошем настроении. Да. А вы на чем обычно сами катаетесь? Я, к сожалению, ни на чем, но в мечтах научиться кататься на сноуборде. Будете рекомендовать знакомым друзьям наш курорт? Буду, конечно, буду. Многие просто знакомые ездили сюда, с Крыма, Севастополя. Очень всем нравится. И решили приехать сюда, посмотреть, что это такое, как говорится. Ну, получается, сравните, вам есть с чем? Ну, есть, конечно, да. Сочи, да, вот Роза Хутор, там Красная Поляна тоже. Ну, есть и подъемники, да, есть и лыжи там. То есть сравнить есть с чем посмотреть. Ну, везде колорит, но тут приятнее. Душе лучше, ближе, понимаете. Хотите приемнее народ. Все более и более свое, как говорится. Снежки успеем покидать? Да. Ну, как тебе в целом здесь вообще находиться? Ну, нравится. Только снеговика мы не можем слепить. Тут он такой мягенький, снежок. Не совсем такой, как у вас. Ну, у нас его нету сейчас. У нас нету снеговика. Незабываемые впечатления туристам, предпочитающим активный зимний отдых и поклонникам горнолыжного спорта в этом сезоне здесь обеспечат 9 трасс различной степени сложности. Из них одна зеленая, рассчитанная для начинающих, три синих, средней сложности и четыре красных из категории повышенной сложности. А для асов исключительно высокого уровня есть еще одна черная трасса. Здесь ровненько, красиненько, уже все разглажено. Так что вообще одно удовольствие кататься. Сколько времени? Ну, мы где-то, наверное, на большой трассе с часов 12. Вот, кстати, наверху есть классная кафешка, если хотите посидеть. Это очень вкусная причина. В конце 2023 года на курорте Домбай ввели в эксплуатацию 17 километров горнолыжных трасс с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов на территории курорного поселка обновили и расширили 16 километров существующих спусков, а также построили новую трассу. Они оборудованы всем необходимым для спортивного отдыха. Спуски оснащены системой безопасного катания, которая включает в себя знаки предупреждения и защитное заградительное оборудование, позволяющее избежать отклонений спортсменов от маршрута во время спуска. Кроме того, на объектах выполнена инженерная защита склонов трасс для преотвращения эрозии. Ну а для тех, кому еще рано идти за адреналином на горные склоны, организовано менее экстремальные развлечения. Как вам Домбаевы? Очень классно. Очень классно. Природа такая. Да, красиво очень. Какие развлечения для себя здесь открыли? Тут мы катались на плюшках. Очень много. Очень круто. Поели хачаны. Ну как вам хачаны? Очень вкусно. Впервые в Домбаевы? Нет, не впервые. Уже, наверное, раз в третий. Каждый год приезжаете? Да. А на чем катаетесь? Ну сейчас будем, наверное, кататься на каких-нибудь льзянках или что-то типа того. Кататься на плюшках зимних. А чем вам Домбаев нравится? То, что здесь очень красиво. Ну, да, тут очень классно. Вот и все, в принципе. По уже сложившейся традиции последних лет специалисты регионального Минтуризма прогнозировали значительный рост туристического потока и в этом сезоне. Ну а наши курорты, в свою очередь, подготовились с учетом всех статических данных и профессиональных прогнозов. Расширены штаты инструкторского состава, вложенных патрулей и спасательных служб. При этом, если данная тенденция сохранится к следующему сезону, без кардинальных решений будет не обойтись, уверены работники туристической отрасли. В 2006 году, в декабре, эта канатная дорога открылась, работало всего 20 кабин. Потом их стало 30, если я не ошибаюсь, или было 30, ну не суть. Сейчас их уже 60, мы работаем уже на повышенных скоростях, то есть скорость канатной дороги, чтобы была больше, но все равно не справляемся. Особенно на Домбай-2, там они же возвращаются постоянно к средней станции. Вот сейчас наверху запускается, а другая, она будет восьмиместной. И уже, я думаю, вот в этом году начнется строительство другой, тоже с поселка, чтобы уже на четвертую очередь поднимала. Если рост будет такой же, то это вопрос времени, когда и та уже не начнет справляться. Там уже должен вопрос стоять касаемо жилья. Почему? Потому что их всех еще размещать придется. Ахмат Халкечев, Миха Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия, Тамбай. Прекрасная половина человечества знает, как выглядеть роскошно в морозный зимний день. Конечно, в помощь придет шуба, в ней не только красиво, но и тепло. Приобрести обновку можно на меховой выставке от компании «Снежка» до 16 января включительно по улице Кавказской, 51. Альбина Ламкова продолжит. Для любой женщины вопрос, как выбрать натуральную шубу, является крайне важным. Принять верное решение помогут продавцы меховой выставки «Снежка». Они частые гости в Черкесске, но в этот раз по новому адресу. Улица Кавказская, 51, рядом с торговым центром «Панорама». На выставке представлен большой ассортимент роскошных шуб. Каждый сможет подобрать себе идеальную шубку из огромного количества вариантов. Еще ко всему стартовала новогодняя акция – скидка 10 тысяч рублей и песцовый жилет в подарок. При покупке любой норковой шубы в рассрочку вы получаете гарантированно песцовый жилет любой длины, любого цвета. За наличный расчет действуют скидки до 40%. Сезон уже начался, выставка будет недолго. Поэтому следует поторопиться и приобрести шубу по выгодной цене. Все изделия имеют электронный паспорт. Каждый покупатель может самостоятельно проверить всю историю шубы, что она действительно шита в России. На каждое изделие имеются сертификаты. Привезли огромный обновленный ассортимент норковых шуб с 38 по 68 размер. Идеальное условие для приобретения шубки. А именно, на нашей выставке вы можете приобрести любую норковую шубу в рассрочку сроком до 3 лет, без первоначального взноса и переплаты, и никаких дополнительных банковских страховок. Первый платеж у вас будет только через месяц. Размер его составит в среднем от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Поэтому, кто ждал скидок, сейчас самое время приобрести шубу на максимально выгодных условиях. Например, вот эта шубка, графит, трансформер, укорачивается низ, рукавчик. Стоимость ее по ценнику 135,750. В рассрочку она вам выйдет 125,750. И взносы получатся по 3,490 в месяц. Ассортимент действительно превосходит все ожидания. Ну а скидки и условия рассрочки со скидкой вас очень приятно удивят. Выбор в пользу шубы меховой выставки «Снежка» – самый оптимальный вариант. Здесь представлены очаровательно красивые, износостойкие и практичные меховые изделия. Качество и широкий выбор товара порадуют покупателей. Шуба подойдет и для повседневной носки, и для выхода в свет. Успейте купить. Выставка в Черкесске началась уже сегодня. Будет проходить до 16 января включительно по улице Кавказская, 51, рядом с торговым центром «Панорама». Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. И возвращаясь к одной из главных тем сегодняшнего выпуска – Дню образования Следственного комитета, который отмечается сегодня, руководитель Следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Николай Щепкин дал эксклюзивное интервью нашей программе. Сейчас слово Светланы Шагайновой. Продолжение следует...